Во-первых, Анатолий Иванович сейчас только что сказал, что у вас уже как субтропики под 800 миллиметров. Ну, конечно, далеко до 800 еще, но за мою практику, 25-летнюю, это второй случай, наверное, еще был такой год, по-моему, 97-й. Когда 2-3 дня уборки сменялось 3-4-дневным простоем, но и тем не менее, наверное, в большей степени зависит от технической оснащенности хозяев. Сейчас уже, наверное, нечего там сваливать все на погодные условия. В большей степени мы сами себе создаем тупики, которые потом успешно преодолеваем. Наше хозяйство находится практически на самой западной части Ростовской области, 25 километрах от Ангровского залива. Зачастую Азовское море нам преподносит определенные как и плюсы, так и минусы в плане непредсказуемости погоды, ярко выраженной оридности климата. Дело в том, что море создает область низкого давления, и все осадки выпадают там, в засушливые годы. Из последних 10 пассивных компаний, 8 пассивных компаний было проведено в сухих условиях. Сходы мы получали в период наступления, ну, заканчивания вегетационного периода, то есть с температурами 0, минус, максимум плюс 5. То есть сходы были получены с декабря по февраль месяц. Вот из 10-8 лет таким образом. Хозяйство выбрало путь развития семеноводства. Все сорта, которые мы у себя размещаем, это краснодарская селекция. Через наши руки было опробировано, пройдено порядка 60 сортов, не только краснодарской селекции. Рассказывать, чья селекция лучше или чья хуже, абсолютно нет никакого намерения. Каждое хозяйство, каждый хозяин, каждая ИП вправе выбрать для себя лучший продукт и сделать свой вывод. Потому что сейчас каждый уже считает урожайность, каждый считает выход зектара. Вот. И на данный момент мы, как бы, ассортимент несколько сокращаем. Потому что все-таки сортовая нагрузка была большая, порядка 24 сортов. Сейчас мы оставили 15. И именно те 15 сортов, которые в этом году и обратно противоположены заслушливых условиях прошлого года, мы делаем вывод. И, как бы, эти сорта предлагаем к реализации, предлагаем своим коллегам. Вот. Владимир Валентинович, в этом году роль предшественника была существенной или нет? Разница в том числе? В этом году практически нет. В большей степени, конечно, сказывался колоссовой предшественник. Ну, урожайность, допустим, на подсолнечных полях была порой даже лучше, чем по гороховым. И на паре. Ну, поровным и не держим. Вот. Кукуруза была несколько хуже, чем подсолнечник, но лучше, чем, допустим, колоссовой предшественник. Поля с низким агрофоном. У нас достаточно пересеченная местность. Остроги северо-донецкого кряжа с залеганием гумусового горизонта до 15 сантиметров. Это очень, как бы, низкоплодородные участки. В этом году дали наивысший урожай за последние, допустим, 10-15 лет. Ну, это связано больше всего с выпадающими осадками, с низким промывным режимом и с низким залеганием материнской породы. Не промылись азотные водобрения. И поэтому в этом плане, как бы, суглинки отдали свой потенциал, да. Вот. Какие сорта отдали урожай? Всего урожайность, значит, 1360 гектара зимой пшеницы получили 60 сантиметров. По меркам Краснодарского края или юга Ростовской области, может, не самый высокий урожай. Но для нас эта урожайность достаточно весомая, хорошая. Сорта, которые выделились урожайностью свыше 60 сантиметров, это сорт Алексеевич Тимирязевка 150, которая на протяжении уже не одного года показывает свои лидирующие показатели. Сорт Гомер, новая сорта, которая планируется к районированию, они даже максимум дали 75 сантиметров. Это сорт Аграфак 100, сорт МИХ, ГРАФ. Среднеинтенсивного типа сорт Степь, как ни странно, удивило нас три года подряд. Колоссовой предшественник свыше 60 сантиметров. Это сорт Степь, высокая засухоустойчивость. Зато есть недостаток, это большое количество соломы. Сорта, которые свыше 55 сантиметров, новый сорт Яванчик, Лавриат, Росы, Бумба, Дуплет, Юка, Баграт. Ну и есть сорта, которые не выдержали конкуренции ввиду высокой влагобеспеченности. Это сорт Доля, это сорт засухоустойчивый, высокорослый, он полег просто погодой, как бы сказала свое слово. На что обращаем внимание мы, когда проводим у себя в хозяйстве одни полей? В первую очередь это на сортовую агротехнику, на особенность сортов, которые представляют селекционеры. Указываем на родословную сорта, это немаловажно. Ну, например, обо всех сортах не буду говорить, но есть такой, или был такой сорт в нулевых годах, замечательный, высокопродуктивный сорт Фортуна, который в наших условиях в 2008 году дал 100 сантиметров с гектара на площади 80 гектар. И его недостаток был какой? Он не давал высокого качества, то есть относился к группе филлеров, и очень сложно было в обмолоте. Но зато этот сорт стал очень хорошим сортообразующим сортом, для таких сортов, как Тимирязевка, Алексеевич, Росы, Бумбас, Собербаш. Очень много этот сорт участвует, то есть он передает свою продуктивность более новым, более совершенным сортам. Ну и так далее. Вот. Указывая на родословную сорта и на предназначение сорта полукарлик, это или среднерослый сорт, мы можем таким образом натолкнуть сельхозпроизводителя на то, как себя вести в тех или иных условиях, особенно в осенних, когда мы попадаем в засушливые условия, зная, что полукарлики, обладая, допустим, коротким калиоптилем, эти сорта нельзя сеять на глубину более 3-4 сантиметров. Нужно понимать, что каждый сантиметр заглубления, да, это снижение на 5-6 сантиметров урожайности, то и до 10 доходит, в зависимости, какие условия мы попадаем. Если это ранний срок, как Анатолий Иванович сейчас предлагал, там, для северных районов, там, высев, начать сейчас, 25-го числа, то здесь, как бы, глубина заглубления, может быть, даже еще и в пользу сыграет, потому что затормозит выход растений на поверхность, как бы затянет вегетацию, и эта проблема сама собой снимется. А если поздний срок села, если мы ждем влагу, и мне много звонков было с Миллеровского района, которые люди, где сели в сентябре, пытались угнаться за влагой, и сели на глубину 8-9 сантиметров, то, естественно, ни один сорт с такой глубины не даст продуктивного колоса, не даст продуктивного кущения, это только больше будет проблема для всех. Естественно, эти поля, ваши семена, не содержат ДМО, вот, но плата непомерная сейчас, все растет, в том числе услуги, ростельхозцентра, ростельхознадзора, причем мы находимся практически на границе с соседним районом, наши поля, в Матвик-Уранске, мы должны еще и карантинные сертификаты выписывать, то есть через огород перенести, через сетку надо, как бы достаточно, финансовые затраты очень высокие. Многие вопросы задают наши коллеги, которые покупают у нас семена, почему такие дорогие семена? Ну, 23 рубля на данный момент, но это не самая высокая цена, тем более с НДС, да? Но когда начинаешь сравнивать цену товарного зерна, она сейчас уже дошла больше 18 рублей, и 23 семена, то вот эта вот разница, там, 5-6 рублей, которая между товарным и семенным, практически ложится на наши плечи, и семеноводы на сегодняшний день, они, наверное, самый незащищенный слой между селекционером и сельхозпроизводителями. Практически эта разница, она является затратной частью, а мы занимаемся атруизмом. Наш, скажите, в чем же выгода, что вы занимаетесь семеноводством? Ну, во-первых, как бы начатое дело уже не бросишь, это первое. Второе, ну, в какой-то мере позволяет нам быть на верху этой цепочки, пользоваться более современными, более адаптивными сортами, и, соответственно, получать за счет этого, как бы, большую прибавку к урожаю. Это первый вопрос. Второе. Муссируются разговоры о сокращении поддержки элитного семеноводства, по-моему, еще на 10%. Я, наверное, 5 или 6 лет назад считал, что та поддержка, которая выделялась из федерального бюджета, ну, примерно около 5 тысяч рублей на тонну, в зависимости от количества семян высеянных, Ростовская область, в масштабах Ростовской области, прибыль сельхозпроизводителя составила в тех ценах 1 миллиард рублей. Затраты государства там порядка 300 или 400 миллионов на поддержку. То есть плюс миллиард, плюс налоги, плюс благосостояние всех. То есть эту поддержку ни в коем случае нельзя прекращать, и нужно отстаивать, наверное, нам, семеноводам, с помощью редакции, с помощью общественности. Потому что эта поддержка, она субъективно, как бы нас она не касается, но если эту поддержку отменят, то, соответственно, прекратят покупку семян в тех объемах, которые мы сейчас продаем. Владимир Владимирович, ну, в этом году Вы отругали тех, кто малой нормой осеет? Да? Что-что? Отругали тех, кто малой нормой осеет? Да, в этом году была проблема, но это в большей степени связано с сухой осенью. Мы даже не ругали, мы вынуждены сеять очень много площадей, пониженная норма высева, от полутора до двух миллионов, потому что есть партии семян, где 100 килограмм, где 200. Больше нормой ты просто не имеешь права сеять. Для того, чтобы увеличить коэффициент размножения, есть такой прием, как разреженный способ сева. Вот, и, ну, так сложились условия, да, если в прошлых годах на разреженных посевах, там, где больше внимания уделяется, там, где своя технология, как бы, более такая нежная, да, для зимы пшеницы. Мы получали рекордные урожаи, получали высокие. В этом году так сложились условия, что, да, мы немножко похуже выглядели, в отличие от тех посевов, где сохранялись рекомендованные нормы высева. Это проблема была связана только с наставком тепла? В большей степени это связано с третьей волной сорняков. Да. Где-то приходилось проводить десекацию, адекват, содержащий медитарон, да, но в основном адекватом использовались. И кое-где, там, где раньше провели эту обработку, произошло потеря питательного вещества, масса тысячи семен и так далее. Но на данный момент мы выдерживаем тот норматив, который, как бы, планку для себя взяли. Это мы семенной материал готовим и не выходим за рамки менее 41 грамма, то есть 41, даже есть, ну, как бы, это не очень хорошо. Ну, допустим, новый сорт иванчик и 46 грамм, масса тысячи семян. Как бы, это будет высокий перерасход семенного материала. Ну, как бы, вот, в двух-трех словах, коротко, если какие-то вопросы есть, могу ответить, если нет. Потому что очень много, можно много, долго рассказывать, и мы просто устанем друг от друга. Спасибо. У нас тоже не было своевременных, значит, осенних сходов. Получили мы сходы в конце января месяца. После Нового года, значит, поля зазеленили. Хочу сказать, что скороспелые пшеницы, ультра-11 и флеш, они практически не кустились у нас весной, потому что, как бы, увеличился световой день, стали расти с температуры, и эти скороспелые сорта пшеницы стали торопиться уходить в трубку. Урожай там был очень слабый. На ультре мы подняли все на все 47 центеров, а флеш дал чуть больше 68. Хочу сказать, что предшественники были, значит, везде одинаковы на одном поле. Были посеяны все делянки. Это было зимой рапс. Из новинок, из реженного посева, очень хорошо показала себя школа. Она была посеяна, норма высева, все на все 40 килограмм на гектар, она дала 74,8 центера с гектара. Манедал 72,14 центера с гектара. Ну, из тех сортов, которые уже известны, и в производстве уже, допустим, там год-два имеются, хочу отметить иланчик один. Вот это скороспелый сорт сильной пшеницы, который обладает удивительной урожайностью на уровне, наверное, среднеспелых сортов. На уровне грома, на уровне, даже превзошел Таню на один центр у нас в этом году. Из поздних сортов, среднепоздних, хотел бы отметить новый сорт Шарм. Он дал урожайность 76,1 центер. Превзошел немножко Темирязевку, буквально на два центера. Но гомер был убран после дождя. 10 миллиметров у нас выпало за весь период уборки. То есть, таких проблем, как вот у Владимира Валентиновича, где всю уборку поливало, и там 120 миллиметров, у нас был один проблемный такой день. 10 миллиметров выпало. Но урожайность, я скажу, что каждый такой дождь, он, наверное, снижает центера два-три, наверное, минимум, как бы теряется после каждого хорошего ливня. Вот гомер дал 72 центера у нас почти. Гром, как всегда, на уровне 72,6. Выделился Ахмат в этом году. Если в том году он подмерзал, и урожай был меньше, чем у грома, меньше, чем у гомера, то в этом году он дал очень хороший урожай и дал 75 центеров. Все эти делянки были посеяны с нормой 60 килограмм. Только лишь вот школа, моне и стиль 18, были посеяны нормой 40 килограмм на гектар. И были посеяны через два-третья рядочек, который был пустой. Закрывали сошники, тоже, как Владимир Владимирович сказал, с целью размножить семена и повысить коэффициент размножения небольшой той партии, которая вошла в наше хозяйство. Хотел отметить, что по группам спелости есть небольшое преимущество в этом году в нашем хозяйстве среди группы средне-поздних сортов. В товарных посевах хорошо себя показала Тимирязевка 150. Хотел отметить, что все средне-поздние, средне-спелые сорта этой весной благоприятны и по температурному режиму, и по осадкам. Хорошо кустились, дали мощный плотный стеблистой. Уборки было, наверное, не менее по разным сортам от 650 до 1100 колосья на метре квадратном. Пшеница вся получилась хорошего качества. Везде 14 протеин и выше. Ну, как бы, вот так. В связи с последними нашими ценовыми моментами со всеми этими ценами на удобрения, на МАФОС, мы, как и многие, тоже приняли решение немножко снизить нормы внесения фосфорных удобрений, но оставить их под семенные посевы, потому что семена выращены на высоком агрофоне. Так сказать, с соблюдением всех максимальных технологических приемов, они обладают лучшими наследственными качествами. и потом в производстве такие семена просто на ровном месте дают прибавку от 2 до 5 центеров. Можно наблюдать, значит, на таком семенном материале. Ну, хотел отметить еще, что старые стабильные сорта, которые у нас сорт Гром, да, зная его все нюансы, все моменты, некоторые ругаются, говорят, что не получается, там, как бы, болеет он. Но, зная, что это сорт высокорожайный, имеет свои нюансы в сделании и выращивании, в нашем хозяйстве он по солнечнику, мы его размещаем, не сеем его там по пшенице, по кукурузе, где он абсолютно запрещен. Ну, были поля доходили уже до 76 центеров в товарных. Хорошему хлеборобу, хорошему агроному много влаги никогда не бывает, но вот сегодняшняя ситуация, конечно, в некоторой степени осложнила жизнь нашим земледельцам. Уважаемые коллеги, я хочу представить наше хозяйство. Значит, хозяйство АПК Кубань-Хлем расположено в северо-восточной зоне Краснодарского края, Тихорецкий район, непосредственно город Тихорец. Хозяйство многопрофильное, животноводство большое, 70 тысяч поголовья, свое производство, кондитерская фабрика и много других производств. Речь, конечно, о главном, о растеневодстве. Площадь пашни составляет 25 тысяч гектаров. Из них, естественно, культуры мы сеем и сахарную свеклу, и подсолнечник крупноплодный, 4 тысячи гектаров. лен начали сеять по примеру наших уважаемых соседей ростовчан и у нас первое впечатление очень хорошее о нем, буквально по первому году. То есть, как-то с учетом меняющейся среды нашей внешней, как-то тоже нужно думать и менять и структуру. Допустим, к сожалению, соя до этого года невозможно стало выращивать. Мы ушли от нее, потому что как раз самый период образования бобов засухи, 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 поэтому приходится посмотреть на подсолнечник, то же самое. То есть, структура не меняется. Что касается озимой пшеницы, естественно, озима пшеница занимает, как и положено, 50% в пашне. Значит, буквально 5 лет назад урожаи были 50-52 центнера, это считалось нормой, сегодня мы стабильно получаем урожаи 65-70-72 центнера ежегодно зимой пшеницы. Что, в общем-то, случилось, что помогло нам какой-то определенный добиться результатов. Прежде всего, мы очень серьезно стали относиться к науке. И сегодня наш даже среднего уровня агроном-специалист понимает, что какого-то продвижения в производстве основной культуры озимой пшеницы невозможно достигнуть, если не будет плодотворная, практическая взаимосвязь с наукой. Нам удалось наладить эту работу с нашими, прежде всего, кубанскими селекционерами, с научным центром земна имени Лукьяненко. Мы на сегодня благодаря этому ни один гектар озимой пшеницы не засеваем ниже элиты, естественно. Значит, это уже стало нормой и даже никто не обсуждает. Мы сегодня имеем возможность, и даже не имеем возможность, а уже у нас вырисовалась самостоятельная, достаточно крупная отрасль семеноводства. Значит, буквально в этом году запустили семенной завод по производству не только зимой пшеницы, там и кукурузы, подсолнечник, и лен, пяти видов культур, значит, который, по мнению специалистов, является один из самых современных заводов в Европе. Это позволяет нам готовить высококачественный материал. Это важнейший момент. Мы благодаря сотрудничеству сегодня являемся достаточно крупным хозяйством по производству и реализации семян. На сегодняшний день, это не секрет абсолютно, мы уже около, да не около, 12 тысяч тонн семян реализовали. Семена, вот, коллеги, говорили, полностью солидарен тоже 42, 43, 44 грамма. Нам, вы правильно говорите, Анатолий, очень правильно, что крупные семена при недостатке влаги, они даже вредят, это точно. Но в наших условиях, допустим, абсолютный вес семян 42, 43, 44 грамма, это мы считаем только на пользу, потому что нам, в принципе, достаточно влаги для этого. Что касается результатов этого года, ну, складывалось все, начиная с прошлого года, начиная с сева озимых, ну, просто очень хорошо. Провели сев вовремя, с 1 по 15 октября для нашей зоны это нормально, хотя с 25 сентября несколько лет назад это была норма для Тихорецкого района. Сейчас, естественно, как и везде, все это сместилось и по-другому Тихорецкого района, да, что касается других даже вариантов нет. Посели нормально, ну, вот, я слышу, коллег, кому-то не повезло, дождя не было, у нас наоборот, обильные осадки, буквально сразу после, по завершению сева, дружные всходы, великолепные сорта, мы получаем благодаря сотрудничеству с институтом, они нам доверяют, доверяют размножать нам самые перспективные, самые лучшие свои достижения селекционные, мы имеем на больших площадях, самые, значит, надежные, самые проверенные уже на практике сорта, и поэтому мы, значит, имели, ну, прекрасный уход в зиму, озимых, значит, в течение всей зимы, зима также была мягкая, и практически весь период, значит, растения озимой пшеницы вегетировали, тем более, кубанские сорта характерны тем, особенно последние достижения, тем, что они практически в наших кубанских условиях, вот таких зимы, как эта зима, да и прошлая зима, они не останавливаются в росте, и они растут уже при температуре плюс, полтора, два градуса, это тоже нужно учитывать, и все было нормально, не было ни недоразвитых озимых, не было ни переросших озимых, и в результате с весны, конечно, мы сделали вовремя, мы очень большое внимание придаем подкормке, не просто как подкормке, а мы стараемся вот в этих условиях, конечно, учитывая рекомендации наших ученых, проводить подкормку, значит, пораньше, пораньше, обязательно фактором, чтобы эту подкормку делать на влажную почву, мы, как правило, мячной селитрой работаем, значит, на влажную почву, очень быстро, очень оперативно и вовремя, все, казалось бы, сделано нормально, и все, откровенно скажу, уважаемые коллеги, значит, ожидали, не только у нас, это по всей Кубани, что-то такое необыкновенное, и действительно, потенциал был могучий, был могучий, мы получили, повторяю, 65 центнеров, отдельные сорта, там, за 70 давали, это другой вопрос, а в среднем, на 12,5 тысяч гектаров, мы получили 65 центнеров, неплохой урожай, хороший, но он значительно прогнозировался, особенно нами, производственниками, селекционерами, как всегда, они осторожничают, посмотрим, как она уже до завершения, значит, мы думали так, на самом деле, не получилось, в чем дело, вот там вопрос, вы ставите, значит, каковы, значит, недостатки, или как можно, вот объяснить, особенности, которые сложились, дело в том, что, вот эти, вот, не проливные дожди, а, наверное, беспросветные дожди, начиная от цветения, от фазы цветения, даже чуть раньше, значит, и постоянно, 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 первое, второе, создалась, высокая относительная влажность, большое количество пасмурных дней, и все это, в общем-то, небывалая ситуация, она, как бы, значит, спровоцировала смещение фенофаз развития, и в результате, самая главная фаза, вот, налива зевна, она получилась укороченная, и чем меньше, значит, период, значит, этой фазы, тем, конечно, это будет ниже урожайность, поэтому, именно так у нас случилось, значит, и мы не смогли получить то, что не получили, однако, считаем, что этот урожай вполне достойный, что касается, значит, эта мягкая пшеница, мы занимаемся очень, достаточно серьезно, твердой пшеницей, я знаю, специалисты будут об этом более подробно говорить, но я как производственник скажу, что очень интересно, несколько лет назад, ну, все мы от нее как-то шарахались, ну, извините за такое выражение, ну, и сложность ее сложнее выращивать, все, значит, на сегодняшний день мы освоили технологию этой, значит, твердой пшеницы, и проблем с выращиванием у нас уже нет, нам селекционеры также доверили свои достижения и по твердой, значит, азимой пшеницы одари, и по, значит, твердой пшенице ярово, такие сорта, как ясенка, значит, ярина, и я скажу, что это впервые, наверное, за всю историю получен урожай ярина 47 центнеров, ясенка 45 центнеров, кроме того, что мы там занимаемся еще выращиванием, размножением семян, полбы, с полбы отдала урожай 47 центнеров, тоже небывалый урожай в этом плане, и сейчас мы смотрим, что будет дальше, вот у нас сегодня лежит 200 тонн чистейших, качественных семян элиты ярины, будет ли на нее спрос, не будет, в зависимости от этого мы уже будем дальше планировать, как быть, все обещают из года в год, что вот сейчас будет спрос и на товарную, и на семена, но посмотрим, мы, по крайней мере, готовы к широкомасштабному производству семян твердых сортов озимой пшеницы, для этого у нас создана база, у нас самые большие площади посева твердой пшеницы, семенных посевов в Краснодарском крае, поэтому у нас и большая в этом плане ответственность, и мы все для этого не делаем. Что касается сортовой политики, уважаемый коллега Гавриле, очень четко, ясно, подробно, понятно, я единственное добавлю, что, конечно, во всей технологии производства зимой пшеницы мы видим, наверное, один из главнейших элементов, это его величество сорт. Почему? Конкретный пример, на одном поле один предшественник, 50 гектаров посеян один сорт и 50 гектаров второй сорт. Не деляночки там маленькие, а именно все-таки по 50 гектаров. И мы видим, что разница достигает тонны. То есть у каждого сорта, нам и ученые учат нас и подталкивают нас, у каждого ученого, у каждого сорта, извините, должен быть свой как бы паспорт, строго соблюдать. Значит, на какой сорт, на какое предшественник, какая климатическая зона, какие осадки. То есть должна быть адресность сорта. И, конечно же, мозаичность сортов. Потому что невозможно предвидеть, как такие сейчас всплески бывают необъяснимы. Этот сорт где-то этот, значит, меньше дал, этот больше. Поэтому должна быть мозаичность, ни в коем случае не увлекаться большими площадями, какие бы ни были сорта. Еще очень важный момент, я хотел бы остановиться, важнейший момент, на наш взгляд. Значит, нашим ученым, селекционерам удалось за последние годы создать и дать нам производство очень интересные сорта, которые, вот с учетом, они очень актуальны в этот момент, когда мы, страшные цены на удобрения, страшные цены на средства защиты. Что-то нужно думать, потому что немыслимо. И вот сейчас, к счастью, мы, я уверен, что эта работа, я чувствую, вот, и докладов, что очень и в Ростовской области проводятся учеными, и вот нашим ученым удалось создать группу сортов, которые вселяют надежду, что или полностью даже можно избавиться от пестицидной нагрузки, или, значит, значительной степени, я приведу один новый сорт стиль 18. Это могучий сорт. Значит, мы его, там, значит, выиграли в лотерею у селекционеров, в институте два мешка, очень быстро размножили, и он еще не был в реестре, пока мы его размножили за два года, он сейчас уже в реестре. Он настолько отличается от тех же наших рабочих сортов, рабочей лошадки, там, и Таня, и Алексеевич, и Баграт, и даже уже Тимирязевку 150, можно назвать, что она уже такой устойчивый сорт. Он настолько, он стоит вроде бы, ну, значит, из другого какого-то мира он появился, значит, совершенно не повреждается никакими болезнями. Это мы вот на практике видим, у нас демонстрационные поля, кто ездил по трассе Баку, вот Ростов, Ростов-Баку, видели у нас в районе Тихорецка огромное демонстрационное поле, где мы демонстрируем 30 сортов, значит, среди них был вот именно этот сорт. К ним можно отнести еще, значит, бумба, новейший сорт. Великолепный. У вас, по-моему, да, Игорь Ильич? У нас впечатление. Он и стиль 18, значит, это сорта нового поколения, и мы, мы, ни в коем случае здесь нельзя шарахать, если он дал один год, то давай, шашку вперед, и только везде. Ни в коем случае, очень можно сильно ошибиться и провалиться в этом плане. Поэтому мы проверяем, но вот впечатление, двухлетнее впечатление, очень-очень хорошее. Граф, вы посмотрите, вот у нас в этом году по полупару, мы часть тоже полупар, семь, потому что в северной зоне Краснодарского края допускается, это считается, как хороший предшественник при разумном его приготовлении, конечно же, при условии. Значит, он давал урожайность как по пропашным. Ну, это на удивление, это впервые получилось. Как по поводу, Сортграф, великолепный тоже, Сварог, значит, отлично. Я знаю, Баграт очень хорошо, ростовчане любят по подсолнечнику, и, кстати, вот мы продали почти 12 тысяч тонн, значительная часть этих семян закупили наши соседи, ростовчане, значительная часть. Ну, все делается с умом, не обы что, а выбирается то, что подходит и для какой зоны. Поэтому, в этом плане, буквально несколько, два слова, я хочу добавить, не могу не сказать, важнейший вопрос обсудить с вами, уважаемые коллеги. Это биометод. Значит, ну, жаль, что не все всерьез его воспринимают. И, вот, мы с академиком Лукомцов Вячеславом Михайловичем беседовали, на этот счет. Он говорил, ну, совершенно очевидно, кто раньше поймет эффективность и важность этого метода, значит, тот только будет выигрыш. Единственное, опять нужно включать мозги, это делать постепенно, это делать не сразу, вот давайте все, в частности, в нашей компании, вся площадь колоссовых, мы обрабатываем, мы забросили уже три года назад, значит, этот прием, как внесение аммиачной селитры, хотя, Анатолий, мы вносим и основное удобрение, и подкормка, 2,5-3 селитра, мы даем весной, обязательно, в 2-3 приема, никто не умаляет, но для деструкции, использовать это, действительно, в жару, когда 40 градусов, она через 15 минут, ее нету, а мы говорим, мы там обработали, и прочее, прочее, мы применяем, на основе трехадермы, геостим, его тоже с умом, обязательно, в ночное время, эффект получается, замечательный, я вам такой крестьянский пример проведу, значит, почвы у нас не очень были, мы 4-5 год применяем эту систему, прошлый год, и в этом году, весной, на полях, при ранней весенней обработке, мы увидели дождевых червей, это характерный показатель, что идет оздоровление почвы, но настолько мы ее загубили, но, значит, вот Сергей Борисович очень грамотно все это показывает, осилить, потому что тоже денег стоит, все это нельзя, но вот это направление, на наш взгляд, это первостепенно, особенно, 4 года назад нас, ну, буквально загубило, трагедия была на зиме пшеницы, значит, фузариоз, это была страшная трагедия, когда его по 3 рубля не продаж было, килограмм пшеницы, и вот это нас момент тот заставили, с того года мы стали заниматься, понятно, и таких всплесков не было, фузариоза, но мы сейчас даже признаков его не видим, даже признаков его не видим, а именно только этим же можно защититься, но только должна быть система, мы очень этим считаем, это очень важно, причем, очень важно в плане совмещать это понимание, этой технологии с производством семян, завод у нас производит 200 тонн семян в сутки, значит, эти семена мы отправляем уже и за границу, и в Армению, в Азербайджан, в Казахстан, значит, то есть мы добились качества, очень ценим отношение к семенам, очень ценно, мы не жалеем денег на сорта прополки, значит, зурпированы большие отряды людей, и потому что стоит один раз где-то опростоволоситься, и тебя не будут уважать, как семеноводческое хозяйство, буквально два слова, два мнения, мнения по двум вопросам о сроках села, тут очевидно, значит, нужно смотреть, конечно, прежде всего, нужны технические возможности, какие технические возможности, если, значит, там старые селки, там с АЗП, или еще какие, или СЗ, значит, ну, тут нужно смотреть, если техническая мощь, как у нас, у нас, допустим, суперсовременные селки, типа Амазоны, где высевающие органы и дисковые, и, как мы их называем, клинцовые, которые позволяют по влаге сеять, которые по пожневным остаткам, значит, можно не сеять, соблюдая высокое качество сева, надо уносить в наших условиях, как можно позже, сколько это допустимо, и тут нельзя, вот он, календарь открыл, давай, первого, значит, первого, мы точно знаем, что раньше 1 октября, северо-восточная зона, где мы находимся, по крайней мере, наша компания, мы сеять не будем, а будем смотреть по обстоятельствам, может, мы и пятого даже будем, но сделать так, чтобы за 10-12 дней, значит, вот эти 12 тысяч посеять, и это, это реально, вот такой, мы считаем, подход, это как бы будет в какой-то степени гарантировать уже будущий урожай, что касается норма высева, мы провели опыт в этом году в трех хозяйствах, брали 100 гектарку, и разные сорта, заложили опыт, много вокруг этого разговоров, кто-то говорит, 6 миллионов сеять, кто-то говорит, полтора миллиона сеять, значит, заложили, значит, 100 гектарка, по 20 гектаров, заложили от 2 миллионов до 6 миллионов, во всех трех хозяйствах, в принципе, на всех сортах, значит, самый высокий результат получился посредине, посредине, мы за то, чтобы ни в коем случае нельзя все-таки заущать, да, действительно, этот год тут так вот случилось, и у нас такая же картина, мы сеем и 30 некоторые сорта килограммов, но мы в прошлом году получали с 50 килограммом 75 сентября, с 50 килограммов, и причем это не вот один там случай, поэтому, значит, норму высева, тоже, значит, ни в коем случае шараханье, не поддаваться некоторым призывам, значит, вот таким необоснованным, значит, но принцип не загущать, он должен, значит, обязательно быть. Вот я хотел бы на этом остановиться, если, может быть, какие вопросы, пожалуйста. Есть у меня вопросы. Анатолий Иванович, вы авроры и Кавказа помните? Конечно, я помню. Вот. Когда они не поражались, а потом... Ну, этот ужас, я помню, как раз мы начинали работать. каждый сорт, любой, когда достигает ареала 100-200 тысяч гектаров, болячка его открывает, и вы будете его поливать. Это я вам говорю, как сердце. Абсолютно, я с вами согласен. Мы будем наблюдать, но пока вот два года мы посмотрели, он очень отличается, и даже не он, а сварок уже несколько лет, пять, то же самое, стоит зеленый. хорош именно по кукурузе на зерно, стиль 18-й. По другим предшественникам достоинства у него мы не заметили. Вот именно по кукурузе на зерно, да. Значит, стиль 18-й занял свое достойное место в выборе, мы иногда затруднялись, какие сорта пшеницы, вот по кукурузе, достаточно большая площадь, и по предшественнику, вы совершенно правы, он показал в этом году лучшие результаты. Стиль 18-й по гороху ничего особенного не показал. И вообще, вот по гороху, коллеги, очень интересный момент. По предшественнику гороху, всегда, ну как бы, преимущество его было, что датоны, он по сравнению с тем же, до свидания, с теми же, с теми же, допустим, другими сравнениями предшественников, с кукурузой там, он датоны имел преимущество, любой сорт. Практически мязевка 150, вот эти, Алексеевич, они датоны получали больше. В этом году никак мы не заметили горох. На удивление. Почему? Мы, я с учеными много не консультировался на эту систему. Дело в том, что раньше мы горох получали 20-22 центнера. И это считалось нормой. Сейчас у нас норма. Получили мы в этом году 45 центнеров. В прошлом году 48. Руководство сверху говорит, что-то маловато в этом году. Мы 50 нужно. Да, лучше 55. И поэтому объяснили легко. Просто такой урожай, он выносит больше питания. И за счет этого, вот, это как бы предшественник, значит, снивелировался, в общем-то, с другими предшественниками. Вы правильно говорили, по подсолнечнику получилось одинаково, как по гороху. У нас 50 центнеров до горох, но пшеницы, как бы, были поздние обсходы. Я вам скажу, тут другой совсем ответ на ваш вопрос. Почему так? Да воды хватило везде всем одинаково. Везде одинаково урожай. Ну, лучший предшественник, нет соответствующих сопутствующих болезней, вредителей. Поэтому по гороху всегда лучше урожай. Вы правы. Вы правы. А в этом году воды хватило. Но мы что по гороху, что по подсолнечному. На тот результат, что мы сегодня имеем, ну, не увидели мы преимущества такого значительно, как в прошлые годы по гороху, но тем не менее, мы этот предшественник никогда, образно говоря, не предадим. А наоборот, мы расширяем. У нас 2800 гектаров посева гороха, как предшественника. Значит, горох это по одному году тем более судить. Но в этом году вот так случилось. Вполне возможно, что вы правы. Никогда раньше вы не замечали, что по подсолнечному урожай 40, а по гороху 60. Всегда же так было? Конечно, да. А почему? Ну, по подсолнечному больше влаги забрал. А в этом году почему же не так? Потому что воды хватило. Даже больше, чем... А все на фономальные засухи по гороху это самое сложное условие для посева вазимой пшеницы. Именно зоны аномальной засухи почвенной и воздушной. Это самый неблагоприятный предшественник гороху. Работа и практика очень большая. Это зона риска. Тогда после подсолнечника там вообще не надо и смысла нет сеять. По гороху. А после подсолнечника вообще не надо там сеять. Ну, а подсолнечник вообще там не растет потом, да. И вот там он не развивается. Нет. Гороху по предшественнику по кукурузе прекрасно получается. Вы тоже 50 сентября. Вот это сейчас нормальное, нормальное. Солоху. Горох. Ну, мы не сеем по подсолнечнику. У нас остался кусок. Я думал, ячмень, ячмень оставали кусок подсолнечника под ячмень. Было подготовленный участок под горох. Рапс у нас весь зимой замерз весной в ноябре. Не весной, а в ноябре. То же самое. И мы посели значит горох по участку, где предлагали, предполагали, потом посели по участку, где был рапс. И остался кусок я думал, ячмень больше, меньше, в общем, ячмень сократился.